Ну, не совсем так, конечно. Но вот вы сами заметили, у нас в вечернее время вот эти водители мото, так скажем, они вот проявляют хулиганские действия и начинают из-за нарушения скоростного движения, начинают шум создавать. Очень много жалоб. Мы неоднократно их и останавливали, и привлекали к ответственности. Но по большому счету на дороге вот эти мотоциклисты, если они обязаны двигаться с включенным светом фар, есть требования по одежде, есть требования, чтобы они постоянно должны быть в шлеме, перчатках. Если бы они это все соблюдали, наверное, таких дорожных происшествий не было бы допущено. Да, нами принимаются меры. В этом году мы более 20 мотоциклов загнали на штрафстоянку, которые вообще были без документов. В основном это сельской местности. И я вот не понимаю тех родителей, которые, покупая мотоцикл своим несовершеннолетним детям, не предупреждают их. И вообще, как бы, этот... Допустим, у нас в Хоргалжинском районе студент несовершеннолетний приехал к родителям на каникулы, допустил наезд на пешехода, который бы... В связи с полученным травмом скончался. Вот таких вот моментов много и травмы. Вот родители покупают мотоцикл, если дают детям, и те начинают потом нарушать. Хотя есть установленный порядок, есть установлены там параметры, когда мотоцикл подлежит регистрации в государственных органах. И, конечно, они должны соблюдать там же эти правила дорожного движения, то есть соответствующие категории на право управления. А так мы меры принимаем.